В шахматном порядке Всемирной Олимпиады 2022 года в Беларуси. Беларусь это одна из мощных шахматных держав, можно сказать. И школа у нас была всегда приличная. И тот случай, когда нация на спортивной волне. Я просто не знаю, что делают обычные дети. Я уже с детства в спорте. Так как относятся к спорту в нашей стране так тепло, как принимают всегда спортсменов, тренеров, судей, пожалуй, не относятся нигде. Беларусь – центр европейской спортивной жизни. Материал недели с подробностями у Виктории Кадасок. За конторой сразу есть амбулатория у нас, типа поликлиника, кафе, столовая, два магазина. Переезд из города в агрогородок ради работы. Я говорю сыну своему, ему 10 лет. Если ходить на работу и она не нравится, это как есть невкусный суп. Открыть свое дело, создать новые рабочие места или переучиться на более востребованную специальность. Как найти себе занятие по душе и за деньги? На неделе этим вопросом задалась Галина Буро. Пришел, увидел, остался служить. Армия меня вообще изменила полностью. Я был очень всегда такой вспыльчивый в жизни. Когда в профессию привела повестка из военкомата, а дембель – это новая точка отчета. Решил остаться, потому что участок неспокоен, боевой, каждый день как новый. С теми, для кого армия стала призванием, познакомился Петр Бутрим. О проектах мечты будущих инженеров-инноваторов. Робот, который готовит блины. Робота, который делает роботов. И о настоящем робототехнике. Мне очень нравится развивать свой мозг легом, программировать. Яна Шибко следила за масштабными соревнованиями юных робототехников. Что диктует современная ювелирная мода? Три вида алмазов, которые будут выращены из так называемого человеческого материала, из волос. Настоящие тонкости ювелирного дела. Узнаем мы буквально о золотых дел мастеров. Очень сложно крепить из-за мрубинов, если это, потому что они очень хрупкие. Как ювелирное дело стало настоящим искусством, на неделе расскажет Ольга Коршин. Половина восьмого. Меня зовут Юлия Огнева. О самом важном и интересном. О том, что произошло за уходящие семь дней. Это программа неделя. Здравствуйте. Владеешь информацией, владеешь миром. В пору, когда речь не просто об осведомленности, о формировании нового информационного общества. Когда любая утечка может подорвать стабильность. Когда фейковая информация в мгновение ока разлетается по всему миру, да с такими последствиями, что не ровен час война. Когда военные действия идут бок о бок с информационными атаками, с которых конфликты и начинаются. Ничего не остается, кроме как защищаться всеми возможными способами обеспечивать информационную безопасность личности, общества, государства. На неделе об информационной безопасности говорили на самом высоком уровне. На совещании у главы государства собрались администрация президента, руководители ведущих СМИ, эксперты. Ключевой вопрос, как не допустить, а если уж допустили, то как справиться с информационным давлением и противоборством в отношении нашей страны. И еще, как эффективно бороться за свои принципы, поднимать имидж государства. Сделанного на сегодняшний день явно недостаточно, учитывая серьезность темы. Франсовная безопасность – это одно направление, если в ее направлении безопасности того или иного государства, я должен сказать, что она сегодня выдвинулась от проблемы на передний план функционирования любого государства. Ну, скажем, прям, любая холодная или горячая, тем более, война никогда не начинается без информационного давления и противоборства. Поэтому в более таком масштабном, серьезном ключе мы эту проблему всесторонне проанализируем на ближайшем заседании Совета безопасности Беларуси. Это уже в плане вопрос номер один, который мы рассмотрим. Главной же темой встречи в четверг стала информационная безопасность в контексте СМИ и особенно интернета. Фейки, вбросы и прочая деструктивная информация. Уже, как правило, дело рук профессионалов, тщательно продумывающих каждое новое заявление. И противостоять им также должны профессионалы, которых в нашей стране немало. Чтобы систематизировать уже имеющиеся знания и опыт, повысить эффективность в противоборстве с деструктивной информацией, будет создана специальная научная аналитическая структура. Важнейшим вопросом является анализ информационных потоков, информационного поля, для чего необходимо создание или структурирование институтов, которые бы могли выявлять и противостоять таким угрозам. Для этого нужно консолидировать специалистов. Глава государства принял решение о том, чтобы создать специальную структуру, научную, аналитическую структуру, которая бы могла как раз таки такими вопросами и заниматься. Выявлять и мониторить информационные потоки, выявлять те риски, те точки напряжения, на которые необходимо реагировать, которые необходимо учитывать при формировании государственной политики. На совещание у главы государства был вынесен еще один немаловажный вопрос. Необходимость создания организации, которая будет оценивать рейтинги СМИ. И во главу угла должно стать доверие, как зрителей и читателей, так и самих средств массовой информации, которые будут подлежать оценке. Это важнейший элемент в реализации нашей информационной политики. От функционирования данной системы напрямую зависит в первую очередь финансовое состояние СМИ. Именно поэтому руководители крупнейших средств массовой информации и вынесли данный вопрос на обсуждение на столь высокий уровень у главы государства. Были доложены различные варианты организации данного процесса. От привлечения зарубежной специализированной международно признанной исследовательской компании до организации собственного государственного измерителя. Выслушав все аргументы, президент обозначил основное требование – система должна работать исключительно в интересах страны. И поручил в оперативные сроки после дополнительного обсуждения внести конкретное предложение. Планируется, что документ будет внесен на рассмотрение уже в ближайшие дни. Медиаметрические результаты используются прежде всего самими средствами массовой информации и рекламодателями, а также экономистами для оценки объема и динамики рынка рекламы, о котором также шла речь на совещании. Надо посмотреть, как его можно защитить, если в этом есть определенная нужда, в каком направлении, в каком контексте мы будем действовать в плане рекламы в средствах массовой информации, чтобы эти деньги, не буду скрывать, остались прежде всего у нас в стране, у вас, у ведущих средств массовой информации. И еще позволю себе вернуться к теме информационной безопасности. Во многом она зависит от нас, журналистов. И сейчас наша работа уже не так, что была еще лет 10-15 назад. Мы вынуждены считаться с интернет-технологиями и рожденным ими сообществом непрофессионалов. Последнее время все чаще обеспокоены фейк-ньюс. Теперь журналисту недостаточно просто увидеть картинку или связаться с первоисточником. Нужно перепроверить дважды, а лучше трижды, как бы не хотелось выдать эксклюзив. Ставить под сомнение каждый факт. К сожалению, теперь это так. Но главный критерий профессионализма, к счастью, с годами не меняется. Не навреди. Считать это заповедью или нет, каждый выбирает по себе. Как и ответ на вопрос, стать первым или стать правым. Подумайте об этом. Добавлю, что информационная безопасность была одной из тем телефонного разговора Александра Лукашенко и Владимира Путина, который состоялся на неделе. Но в центре внимания главы государств состояние белорусско-российского сотрудничества в целом, в том числе развитие торгово-экономических отношений. Александр Лукашенко и Владимир Путин договорились в ближайшее время провести встречу, на которой стороны обсудят реализацию договоренностей, достигнутых на переговорах в Кремле в конце прошлого года. В том числе речь шла о повышении эффективности деятельности двусторонней группы по интеграции. К другим темам. Министерство труда и социальной защиты населения на неделе подвело итоги 2018 года в части занятости. Цифры не могут не радовать. На начало 2019 уровень безработицы опустился до 0,3%. Годом ранее показатель был 0,5%, количество безработных снизилось почти вдвое. Конечно, это официальная статистика, реальные цифры будут больше. Но по итогу они все равно вряд ли перекроют количество предложений о работе. Ведь вакансий стало больше на 40%. Политика содействия занятости не оправдать себя попросту не могла. К этой работе подключились все, начиная с центральных госорганов и чиновников на местах и заканчивая предпринимателями. Да и для самозанятости созданы все возможности. Тему продолжит Галина Буро. Агрогородок Квасовка Грудницкого района как на ладони через стекло кабины машины. Виталий Кендерский трудится водителем в производственном кооперативе имени Кремко. Уже развез по фирменным магазинам свежее мясо и собственную продукцию хозяйства, закрывает путевой лист. Впереди заслуженные выходные. Чтобы получить эту работу, молодой человек сменил прописку с городской на сельскую. После службы в армии пришел в центр занятости, где предложили вариант переселения. Я долго не думал, сразу решил сюда трудоустроиться. Пришел, взяли работу, заплатили подъемные. 1800 рублей. Нормально, неплохо. Звезды сошлись удачно. В это же хозяйство по распределению после учебы направили жену Маю. Сейчас она в декретном отпуске. К тому же у супругов намечается очередное пополнение. Молодой семье приятный бонус. Хозяйство выделило дом. Почему бы и не укорениться на этой земле. Сейчас Виталий учится заочно на инженера. И просчитывает плюсы жизни на селе. Склад ума ведь. Математический. Планы. Окончить выше и найти другую работу. Ну или что, может, предложить какую-то должность другую. В этом хозяйстве, да. Ну, у меня бы смысл в город переезжать. Программа переселения действует по всей стране. И ей уже воспользовались десятки белорусов. Кстати, тенденция европейская. Наши соседи давно следуют принципу. Переезжать, жить в ту местность, где есть работа по специальности. Пока вы ищете работу, работа ищет вас. И если это взаимно, значит, обязательно в трудовой книжке появится новая запись. Сегодня мощный двигатель на рынке труда – это государство. Центры занятости готовы предложить десятки возможностей трудоустройства. Как говорится, помочь и словом, и делом, и даже деньгами. И эти деньги пришлись очень, кстати, жителю Волковыска. У Александра Новосада экономическое образование. Он давно мечтал открыть свое дело. Помог центр занятости. Мужчина прошел обучение по основам предпринимательской деятельности и получил субсидию – больше двух тысяч рублей. Кафе небольшой, но Александр может рассказывать про него часами. Ведь это его детище. Своими руками делал ремонт, заключал договоры с поставщиками, разрабатывал рецепты. Последние месяцы только и жил открытием объекта. Польза и себе, и людям дал работу двум продавцам. К тому же рядом железнодорожный и автовокзалы. Неподалеку рынок здесь всегда многолюдно, а вот перекусить было негде. В планах расширяться. Я говорю сыну своему, ему 10 лет. Если ходить на работу, и она не нравится, это как есть невкусный суп. Поэтому всегда надо себя искать, пробовать, ошибаться, но искать те моменты, когда тебе это нравится. А будет ли увеличиваться это предприятие, покажет время и спрос. Тем более производство шампиньонов под Брестом и так самое крупное в стране по голландским технологиям, но собственными руками. Почти весь сбор идет на экспорт. Недавно здесь открыли уже четвертый корпус. Теперь каждый месяц возвешивают урожай общим весом около тысячи тонн. Значительно вырос не только объем лукошка, но и коллектив. Несмотря на достаточно хорошие условия труда, это и достойная заработная плата, это и доставка людей транспортом нанимателя, мы испытывали определенные трудности. Тем не менее, на сегодняшний момент 100 вакансий мы смогли заполнить. Татьяну Копанько сбор ароматных шампиньонов увлек сразу. Управляется она ловко, хотя и с новичков. На предыдущей работе в швейном деле женщину не устроила зарплата. Здесь же все более справедливо. Объем вознаграждения напрямую зависит от личного урожая. Обучалась месяц за счет предприятия. Удобно и то, что на работу грибоводов. Возят даже из соседних районов. Вакансии есть, но кто-то может работать за 500 рублей, а кто-то меньше чем за тысячу не хочет идти. Зарплата средняя, как у меня. А кто режет очень быстро грибы, хорошо. Вот у них побольше, у них хорошая зарплата. Осваивать новую профессию пришлось и жителю Гродно Валерию Долинину. С напарником делают ремонт в лифтовом помещении многоэтажки. Еще недавно он числился безработным. Сейчас со знанием дела орудует шпателем. Хоть мужчина больше 20 лет проработал в ЖКХ, пришел тот час, когда его профессию жестянщика вытеснили современные технологии. В свои 50 с небольшим пришлось пойти на курсы и переучиться на штукатуру отделочника. Это одна из самых востребованных сегодня специальностей. По государственной программе после курсов гарантированное трудоустройство. И первые полгода Центр занятости компенсирует нанимателю затраты на оплату труда работника-новичка. Без опыта работы меня бы не взяли. Зарабатывать деньги надо. Вот таким образом не зарабатываю. То есть сидеть на месте – это не про вас? Я не знаю. Сами видите. На леса он вдвоем и работает. От работы Валерий получил квартиру. Теперь хочет своими руками сделать ремонт на лестничной площадке. Новые знания пригодились. Да и все герои нашего сюжета уверены – даже на фоне конкуренции на рынке труда можно найти себе занятие с тройным эффектом. Для души, за деньги и на пользу экономики своей страны. Галина Буро, Петр Бутрим, Станислав Пекарский и Анатолий Бояринцев. Телекомпания СТВ. Всемирная шахматная олимпиада 2022 года пройдет в Минске. Равно как и два Кубка мира по шахматам и Конгресс ФИДе. Вроде бы и не новость. Об этом стало известно еще в октябре прошлого года. Но на неделе Беларусь и Международная федерация шахмат подписали контракт на проведение этих мероприятий. Специально для этого в Минск прибыл президент ФИД Аркадий Дворкович. Напомню, главой Международной федерации шахмат он был избран в октябре 2018-го. Тогда же вице-президентом стала председатель Белорусской федерации шахмат Анастасия Сорокина. Казалось бы, до 2022 года еще масса времени. Но это если не вспоминать, сколько спортивных мероприятий международного уровня планируется провести в нашей стране в ближайшие три года. Не говоря уже о тех, которые только-только закончились. Виктория Ходосок о том, как Беларусь становится центром международного спортивного притяжения. Сегодня все знают, что ЗОЖ – это модно. Но ключевое, конечно, полезное. Главный тренд в спортивной политике Беларуси – приобщать к спорту всех и каждого. Тем более, заниматься есть где. Мы строим ледовые арены, спорткомплексы, стадионы. Их уровень высоко оценили профессионалы, тысячи спортсменов, судей, тренеров. И не только белорусских. Да и Минск уже давно стал центром спортивной европейской жизни. Телетрансляция одного из самых красивых видов спорта усадила перед экранами телевизоров миллионы зрителей 20 стран. Вместе с тем, более 100 тысяч болельщиков неутомимо аплодировали с трибун арены. В то время, как лучшие фигуристы Европы впервые за конька на Минском льду боролись за звание чемпионов. Хотела бы отметить, что так как относятся к спорту в нашей стране так тепло, как принимают всегда спортсменов, тренеров, судей, пожалуй, не относятся нигде. По завершению, прежде всего, отмечали те условия, которые созданы. И то, что удобство расположения Минск арены, то, что все гостиницы официальные, в которых спортсмены проживали, они совсем близко находятся. То есть, и так как уже действительно опытная команда проводила, то есть, и спортсмены были созданы все условия. Чуть позже в кулуарах Международный союз конькобежцев отметит. За всю историю чемпионата такого не было нигде. Впервые глава государства выходит к фигуристам на лед и лично поздравляет каждого призера и победителя соревнований. Но для нас это неудивительно. Александр Лукашенко на льду часто, да и сам человек спортивный. В стране спорту большое внимание. Им сыграны сотни тысяч партий, а его интуиции под силу просчитать соперника на несколько ходов вперед. Сергей Жигалко в интеллектуальном спорте уже 24 года. Ведущий белорусский шахматист и международный гроссмейстер. В 2017-м победитель чемпионата Европы по шахматам в Блице. Среди лучших он надеется, конечно, быть и в нашей команде Всемирной Олимпиады 2022-го. Мирная шахматная олимпиада – это командный турнир, участвуют сборные страны. Вот мы как хозяйка имеем право выставить три команды. Я думаю, это будет примерно за полгода уже определяться составом главным тренером, руководством федерации шахмат, кто достоин представить нашу сборную на самых высоких позициях. Я буду очень стараться сделать все возможное. Право проводить самый крупный турнир, олимпиаду, Беларусь получила в октябре прошлого года на заседании Генеральной ассамблеи. Кроме нас за право боролись Тунис и Южная Корея, но наша заявка в приоритете. Во-первых, Беларусь известна своими высокими организаторскими способностями. Во-вторых, шахматам в стране должное внимание. Уже пять лет работает и развивается одна из лучших в мире школа шахмат ФИДЭ. Сюда же часто приезжают учиться официальные делегации от Раповских Эмиратов до Чехии. Потому с прицелом на спорт и о больших совместных планах на неделе говорили Александр Лукашенко и Аркадий Дворкович, глава Международной Федерации, приехал обсудить предстоящие события. Для меня любой вид спорта очень важен, начиная от хоккея и фигурного катания и заканчивая шахматой. Тем более, так случилось, что Беларусь – это одна из мощных шахматных держав, можно сказать. И школа у нас была всегда приличная. Но вижу, что и сейчас немножко начали шевелиться. Поэтому это наша встреча. Кстати, ну и есть возможность обсудить планы на будущее. Было важно обозначить приоритетность развития шахмат в Республике, в Беларуси. Это касается продвижения проекта «Шахматы в школах». Речь идет о программе для начальных классов в тот период, когда это наиболее важно. Следующий уровень – это шахматная академия, где учат уже талантливые ребята. На следующих ступенях сегодня уже успешно работает шахматная школа. И она постепенно может стать одной из лучших академий ФИДЕ в мире. И, конечно, это профессиональные шахматы. Очень важно, чтобы в 2022 году белорусская команда успешно выступила на домашней Олимпиаде. Но перед этим еще успеем организовать в 2020-м женский Кубок мира по шахматам, еще через год – мужской. Итак, на три года Беларусь станет центром притяжения мировой шахматной элиты. Уже известно, на Олимпиаду к нам приедут более трех тысяч игроков из 180 стран. Контракт на проведение подписан. Белорусская федерация шахмат активную позицию имеет на международной арене. И мы уже проводили чемпионат Европы по шахматам, чемпионат Европы по блицу и быстрым шахматам. Три года к ряду мы проводим чемпионат по блицу и быстрым шахматам среди кадетов. Поэтому мы уже имеем хороший опыт проведения международных соревнований. Ну, а как известно, Минск уже славится своими хорошими традициями спортивными и в других видах спорта. Я полгода лежала прикованная в кровати в больнице, и мне все говорили – нет, нет, куда, иди в шахмат. Но ей уже восемь лет, как покоряется лыжная акробатика. Яна Ермашевич вместе с юниорской сборной сейчас готовится к этапу Кубка Европы по фристайлу в Раубичах через пару недель. В день несколько тренировок. От высоты прыжка зависит количество очков от судей. Но спортсменке к нагрузкам не привыкать. Легких побед не бывает. Да и на кону финал соревнований в Италии. А еще большая возможность со временем попасть в национальную сборную. Я просто не знаю, что делают обычные дети. Я уже с детства в спорте, поэтому я привыкла к такому раскладу. Здесь все доводится до автоматизма. Ну, то есть каждый прыжок, он выполняется по тысяче раз, чтобы вот можно было делать его качественно, на хорошие баллы. В это же время съедутся в Раубичи и сотни сильнейших биатлонистов Европы на чемпионат. Заявку на участие подали 36 стран. Центр полным ходом готовится к его проведению. Трасса для спортсменов уже в идеальном состоянии. Безупречное скольжение обеспечивают ратраки, специальные машины, правильное питание, искусные повара, комфортное проживание, старательные администраторы. Подготовка началась еще где-то конец ноября, начало декабря у нас. Благо в этом году зима позволила нам так вести эту подготовку. Рано, когда появилась первая отрицательная температура, начали заготавливать снег. Объемы снега где-то на сегодняшний день порядка 20 тысяч метров кубических на трассу вывезено и на стадионе порядка 10 тысяч. Накал спортивных страстей еще впереди. Речь о вторых европейских играх. До их старта осталось 138 дней. Тысячи спортсменов и сотни тысяч болельщиков соберутся в Минске. Для этого задействуют 12 спортплощадок. И чтобы от соревнований остались только приятные впечатления, организаторы стараются на славу. У вас уже есть успешный опыт проведения крупных спортивных мероприятий. Уверен, Беларусь на достойном уровне примет и вторые европейские игры. Вся Европа следит за подготовкой и с нетерпением ждет их. Каждый раз, когда мы приезжаем к вам, мы видим большой прогресс в организации. Здесь, конечно, важна и большая поддержка со стороны правительства Беларуси, которая прислушивается и учитывает на практике все наши рекомендации подготовки к играм. А вот подрастающий Степан пока за важными спортивными событиями, уже вписанными в историю страны, с гордостью будет следить со стороны. Его большие победы в шахматном искусстве впереди. Желание быть лучшим есть, но возможности для этого созданы. Ну, просто вот надо найти что-то для себя в этой игре и вот это играть все время. Шахматы мне и так уже помогли, потому что я приношу десятки в дневнике. Виктория Ходосок, Антон Филанович, Александр Бутрим, Андрей Кульгавы. Неделя. СТВ. Около 7 тысяч военнослужащих срочной службы будут уволены в запас. Указ об этом на неделе подписал президент. Документам также дан старт очередной призывной кампании. Конечно, большинство молодых людей, отдавших свой долг родине, рады вернуться домой. Но есть и те, для которых призыв и служба в армии помогла определиться с делом жизни. О тех, кто остается. Репортаж Петра Бутрима. Общий язык с четверногим напарником Байкалом Павел Шинкаренко нашел сразу. Сегодня они патрулируют вместе. А вообще на охрану рубежей выходят почти каждый день. 30 километров для кинолога уже давно не испытание, а норма. Отдыхать в такие моменты не приходится. Но и скучной службу точно не назовешь. День рядом, вижу местное население, то есть они здороваются и нам не запрещаются. В пограничных войсках выпускник профессионального лицея, слесарь по ремонту автомобилей, оказался по совету брата. Прислушался, армейскую кухню изучил и сразу понял, что не прогадал. Мне стало интересно. Я решил, почему бы и нет. То есть специальность интересная, можно пойти в пограничную службу, служить по контракту. После майского дембеля Павел решил остаться на родной заставе, сменить казарму на квартиру рядом и заступить на новую, более ответственную должность. Командир отделения инструкторов службы собак. И там я уже могу взять из кинологического центра свою личную собаку, полную сочинка, и воспитать ее с нуля. Здесь, на западной окраине Беларуси, вдали от суеты и дома, решил круто изменить свою жизнь и Андрей Кутера. Хотя к службе в армии сначала относился скептически. Перспектива быть учителем физкультуры, признается, привлекала больше. Сейчас наоборот, в планах карьера военного. А там, где ответственность зашкаливает, можно себя проявить. Решил остаться, потому что участок неспокоен. Боевой, каждый день как новый. Возможны выходы нарушителя в любом месте. Что и говорить, именно на этот участок белорусско-польской межи пришелся самый большой поток нелегалов во время чемпионата мира по футболу в России. Протяженность участка границы этой заставы примерно 20 километров. Проходит она по реке Бук вдоль многонаселенных пунктов. Этим и пытаются пользоваться нарушители. За год пограничники задерживают до нескольких десятков нелегалов. Поэтому сидеть без дела солдатам-срочникам, как правило, не приходится. Это и привлекает тех, кто после обязательного срока с погонами не расстается. И такие повороты судьбы не редкость не только на границе. Куб, осматриваю куб. Воздухная пространство. Облачиться в цветах хаки Вячеслав Невдох мечтал еще сидя за школьной партой в родном Лунинце. Уже тогда и твердо решил десантник. Но судьба сложилась иначе. Техникум, работа, семья. Долгое время было не до романтики прыжков с парашютом. Но повестка все же нашла своего адресата. Я даже еще месяц службы здесь, на карантине был. Я не верил, что я в армию. Вообще не верил. Думал, это не со мной случается. Ночью ложился спать. Думал, блин, это вообще не со мной. Щипал себя даже, как маленький ребенок. Пришлось поверить, не сон. Затем началось наряды, стрельбы, упражнения и полевые выходы. Служба в войсках сил специальных операций – одна из самых сложных и насыщенных. Однако со временем не только адаптировался, но и вошел во вкус. Уже как младший сержант и командир отделения. Армия меня вообще изменила полностью. Я был очень всегда такой вспыльчивый в жизни. Чем-то недоволен был. А вот в армию пришел, как-то стал здесь спокоен. Начал понимать, ценить те моменты, которые ты, наверное, в жизни не ценил. Дембель уже на носу, но покидать родную бригаду и взвод Вячеслав Невдох не спешит. Уж больно близка сердцу стала тельняшка. Благо, опция продлить предполагает сразу два заманчивых варианта. Один из них – школа прапорщиков. А значит, вскоре начнется другая служба. На контракте, но в привычных декорациях. Я это забывать ничего не буду. Здесь очень хорошие люди работают, которые мне очень много чего хорошего сделали. Ну и здесь уже станем не просто как военнослужащие. Я стану коллегой им уже. Эти истории, может, и не самое показательное, но общую картину, хочется верить, отражают. Желание стать военным, как и аппетит, зачастую появляется именно в процессе. Как говорится, где отслужился, там и пригодился. Петр Бутрим, Станислав Пекарский, Неделя СТВ. Аналитика и факты. Я, Юлия Огнева. Проводим уходящую неделю вместе. Это программа «Неделя». Я, Юлия Огнева. И снова о главном. Развитие белорусско-украинских отношений и разрешение конфликта в Донбассе. Главная тема встречи Александра Лукашенко с представителем Украины в трехсторонней контактной группе по мирному урегулированию ситуации в Донецкой и Луганской областях Евгением Марчуком. Украина всегда была, есть и будет одним из основных торгово-экономических партнеров в Беларуси. Да, бывали времена лучше, чем нынешние. Потенциал очевиден, и стороны заинтересованы в существенном увеличении итоговых цифр. Но, безусловно, дело отнюдь не в цифрах. Когда речь идет о братской стране, каждая деталь отношений воспринимается по-особому. Каждый вопрос находит ответ. Я хочу передать вам от Петра Алексеевича теплый привет. Я вчера с ним виделся. Он просил передать, что он доволен, как развивается сотрудничество украинско-белорусское, особенно после форума регионов. Ну, не только. Комиссия работает, как часы двусторонние. Самый такой важнейший, наверное, показатель, как 18,6, если я не ошибаюсь. Да, рост торгового оборота. Процентов. Да, процентов, да. Это надо только порадоваться. Ну, и то, что планы совпадают по увеличению этого торгового оборота, там, кажется, мне до 8 миллиардов, там через пару лет планируется. 8 миллиардов – это наш был лучший показатель. Сегодня 5,5, где-то чуть больше. Это, конечно, не наш уровень. Мы можем прирастать, и мы к этому стремимся. Вы очень популярный человек в Украине, я вам скажу это откровенно. Конечно, на встрече шла речь и об урегулировании ситуации на востоке Украины. После переговоров с президентом Евгений Марчук подчеркнул, что Минский процесс – единственная площадка, где можно договариваться по многим вопросам, связанным с установлением мира на украинской земле. К другим темам – образование. Сфера, близкая каждому, оттого настолько чувствительная. Любое кардинальное изменение здесь может привести к непредсказуемым последствиям. Но мир меняется настолько быстро, что нужно не просто идти в ногу со временем, желательно на шаг впереди. Особенно, когда речь об образовании. На неделе к перспективам развития национальной системы образования вновь вернулись на самом высоком уровне. Главный посыл – ломать ничего нельзя, но совершенствовать жизненно необходимо. Юлия Бешанова продолжит. Совещание во Дворце независимости больше походило на проверочную работу для чиновников. Начали разговор с ревизией выполнения поручений главы государства. Что удалось сделать, а что пока так и осталось – задачи с двумя неизвестными. Сын Жанны Шавель с первого класса мечтает стать участковым, но на день открытых дверей в вуз юноша так и не попал. Делегировал мамам. Учебная нагрузка настолько высока, что не дает расслабиться и отвлечься школьнику даже в субботу. Очень загружен. И вот даже вот я посмотрю, вот как наша была вот эта программа, вот и теперь очень много лишнего. Та же самое вот и в биологии, то есть в той географии, но совершенно это не нужно. Бывает так, мы ложимся, он еще сидит. Нету, потому что надо куда-то и туда так вот спеть и так надо. И бывает встаю, он еще сидит. Чтобы учение не превращалось в мучение, школьные программы должны стать подъемными без родительской помощи и репетиторов. Эту задачу уже решают. По обновленным планам учатся ребята с первого по восьмой класс. Сложные предметы перенесли на старшую школу, убрали дублирующие параграфы. Но до десятки работа над ошибками еще не дотягивает. Образование должно быть жизненно. Я предупреждал по школе. Мне здесь просто. Я каждый день, можно сказать, учусь, и я вижу, что там происходит. Похоже, математиков готовим от них только. Понятия в математике должны быть, потому что мы в жизни всегда сталкиваемся с математикой. Но великих математиков меньше всего потребность. И это не главное. Главное, что их много быть не может. Великий математик – это редкость. А мы под эту редкость начинаем косить всех. Мы в школе начинаем математику преподавать так. Я не хочу сказать избитую фразу, что родители не могут разобраться в решении задачи примеров. Ну, не могут и не могут, потому что родители такие. Мы, главное, этим самым отпугиваем детей от этой математики, от учебы в школе. Недавно я посмотрел, как в восьмом классе изучают биологию. Слушайте, полкурса черви. Полкурса черви. Строение, жизнедеятельность. Ну, ладно, для продвинутых, пусть они на соображение у них будут. Ну, слушайте, я про этого червя, живя в деревне и видя их, особенно после дождя. Почему червь выползает во время дождя на поверхность? Потому что дышать надо. Больше я не знал ничего. И ничего и жил нормально. Ну, да, надо знать про это несчастное существо, которое мы видим каждый раз. Но зачем его дотошно изучать? И так по другим направлениям. И я думаю, господи, а мог бы вот мой ребенок, а будущий гражданин Беларуси без этого обойтись? Да, конечно, мог. Я обхожусь президентом, стал, не зная, что такое червь, так как вы изучаете. Но если ты биолог будущий, если ты биологию взял за основу, если там еще что-то у тебя, ну да, это надо. Но сколько таких у нас? Вслед за программами обновят и учебники. Серьезный материал простым языком. Таким должно быть учебное пособие нового образца. И вот они, новые издания. За три года 144 книги. К 1 сентября в портфелях окажется еще 73 обновленных экземпляра. Они яркие, у них очень интересные иллюстрации. Кроме этого, ученик может оживить лабораторный опыт. Точно так же с использованием смартфона или планшета. Дополненная реальность. Одним словом, все фишки в руки юным исследователям, только бы поддержать интерес к наукам. Современным детям трудно воспринимать пространный текст. Текст исследования доказали, школьник способен воспринимать предложение, в котором не больше 8 слов. А сделать компактное изложение материала очень непросто. Выручает насыщенный иллюстративный ряд, компьютерное сопровождение. Оно позволяет прогуляться, например, по Версалю. Все новые учебники у нас снабжены так называемыми QR-кодами. Можно отсканировать QR-код и выполнить интересное интерактивное, скажем, задание. Заполнить тест, кроссворд. Очень активно используют в своих учебниках и элементы дополненной реальности. Поэтому, скажем, элементы дополненной реальности встречаются в учебниках по искусству. Или, скажем, в учебнике биологии. Можно оживить 3D-модели. Их там 22. Для того, чтобы можно было внутреннее строение, скажем, ну, лягушки или ящериц рассмотреть, в общем-то, в различных ракурсах. За 11 лет школьники используют около полутора сотни учебников. Это не считает дополнительной литературы. Если составить их друг на друга, получится стопка выше человеческого роста. Чтобы книги не пылились в стопках, они должны быть написаны живым, доступным языком, без показной учености и туманных обобщений, вызвать интерес и желание открывать новое. Я отношусь к учебнику как к иконе, даже в современной жизни, когда книжка не стала насущной для людей. Интернет и прочее. Одно другого, правда, не исключает, но для меня книга как была иконой, так и осталась. А учебник на порядок выше, чем обычная книга, даже самая ценная книга. И нам с этих позиций надо было прежде всего подойти к учебникам и прежде всего в общеобразовательных школах. То же касается и вуза. Но с вузом проще. Студент должен сам уметь искать эти знания, начиная от учебников и заканчивая интернетом, какими-то монографиями, научными работами и так далее. Но все равно учебник – это книга, на основании которой студент ориентируется в материале. Это учебный кабинет, отделение допрофессиональной подготовки школьников, там, где ребята получают профессию повар. В Пятом профлицее Минска точно знают, как научить школьника работать не только головой, но и руками. Здесь организовано то, что люди постарше помнят, как УПК. Каждый год набирают почти тысячу ребят из 21 школы города. Продавец, повар, цветовод, электромонтажник, помощник воспитателя. Всего 14 направлений. Конечно, начинают с теории, но в целом курсы ориентированы на практику. Проходят ее в различных учреждениях Минска. Чтобы понять, готов применить к себе эту профессию, должны попробовать. Поэтому столяра у нас уступают в стружке. Медицинские регистраторы, как видели, проходят практику, начиная от больницы скорой медицинской помощи до поликлиник, детских и взрослых. Повара задействованы в кабинетах школьного питания. На выходе из школы они получают свидетельство государственного образца с присвоенным разрядом по конкретной профессии. Без труда, как известно, не вытащишь и рыбку из пруда, а уроки на которых учат элементарным бытовым вещам, не просто полезным. Познавательный для школьников всех возрастов. Кто-то станет великим ученым, кто-то выберет рабочую профессию. Но всем без исключения придется самостоятельно обустраивать быт. И тут уже необходимость навыков гвоздь забить и обед приготовить даже не обсуждается. С прошлого года профессиональную подготовку получают десятиклассники. В следующем освоить профессию, не отходя от школьной доски, смогут и выпускники. Жуть! Я не знаю, как они женятся. Почему их жены выгоняют с дома и бросают семьи рушиться? Да потому что ничего делать не умеют. Он лампочку не может завернуть в люстру там. Он не может элементарно починить чайник или кофеварку какую-то. Он не может понять, почему она не работает. Он не знает, какой стороной гвоздь забивать в доску там и так далее. Я уже не говорю о том, что они не знают, что такое рубанок, фуганок, что такое стамеска, долото, молоток, топор и как работать ими. Это же нас научили в школе. Почему же мы на это забили и нашим детям это не надо? Почему мы так относимся к детям? Почему девчонка не знает, как поджарить яичницу? Почему она пуговицу пришить не может? К экзаменам школьным я готовлюсь каждый день. Что касается централизованного тестирования, у меня занятия проходят в выходные. Я также готовлюсь самостоятельно, хожу на курсы. Неделя вся загружена. Вся неделя у меня полностью загружена. То есть курсы, тренировки, еще раз курсы, репетиторы. ЦТ – это обществоведение белорусский и английский. По всем предметам надо готовиться, чтобы набрать не меньше 250 баллов. К экзаменам ты относишься серьезно, но больше сил и морально готовишься к ЦТ. Потому что ЦТ – это определяет дальнейшее будущее, потому что по баллам ЦТ ты проходишь куда-то дальше. И школьный аттестат, оно играет роль, но не особо большую. Эти ребята без пяти минут выпускники. Впереди итоговая школьная аттестация и вступительное тестирование. Экзамены разные, что добавляет трудностей в подготовке. О форме испытаний спорят давно и много. Скептики и вовсе предлагают отменить их в школе. Но здесь напрашиваются налоги. Перед тем, как получить водительское удостоверение, человек сначала сдает экзамен в автошколе, уже потом в ГАИ. Также и в системе образования. Выпускные, как первая проба ученика на стрессоустойчивость. Мы этим самым готовим его к поступлению в вузы. В вузы тот, кто будет поступать. Он поймет, что такое экзамен. Надо добродушно, надо порядочно относиться к этому человеку. Определить, сколько экзаменов. Мы же сдавали за 10 классов, по-моему, 7 или 8 экзаменов было. И ничего, не умерли. Поэтому по итогам средней школы должно быть определено, сколько будет экзаменов, какие будут экзамены. Это же в страске для учащихся. Это праздник с другой стороны. И уже по экзаменам в вузы для поступления. Еще раз надо вернуться. Постоянно надо смотреть на наше это тестирование. Посмотрите, сколько мы после того, как ввели тестирование, сделали отступлений, нужных для жизни, чтобы не угробить талант. Не всегда чистое тестирование. Вот только тестирование могут дать нам представление, преподавателям, которые набирают в вузы абитуриентов, дать представление о его жизненном уровне, о его знаниях. А его, главное, способностях на будущее. Бывают у него не очень там знания, сельский парнишка или девчонка. Но мы видим его потенциал, что завтра он даст результат. В конце 20 века высшее образование стало массовым. Во многом это был запрос рынка труда. Без диплома никуда. Вот и получилось, что не у дел оказалось огромное число юристов, экономистов. Равенство решилось, когда была введена новая формула набора студентов в вузы. Готовить специалистов под потребности экономики. Но это не касается экспорта образования. Белорусские вузы, как путевку в жизнь, выбирают студента из более чем сотни стран. Набор осуществляется под потребности национальной экономики в первую очередь. Под потребности конкретных заказчиков кадров. Если в 2011 году у нас обучалось 430 тысяч студентов, то на сегодняшний момент у нас обучается 283 тысячи студентов. Вместе с тем мы увеличили, например, наборы на ряд специальностей, которые востребованы национальной экономикой. Например, подойти страну – это увеличение набора на IT-специальности. Но даже молодые специалисты с красным дипломом рискуют попасть в замкнутый круг. Есть образование, которое можно предложить потенциальным работодателям, но нет опыта. Есть вещи, которые трудно изучить, сидя на университетской скамье. Значит, вузы должны выпускать сразу опытных сотрудников. Уверены, идем по этому пути и сократили сроки подготовки. Теперь, чтобы освоить 320 из 380 специальностей, потребуется 4 года. Еще полсотни за полгода год. И лишь 9 профессий, самых сложных, например, медицинских, требуют изучения на протяжении 6 лет. Мы договорились о том, что буквально, ну если не с первого, то со второго курса, нужно окунуть студента в ту практическую деятельность, с которой и действительность, с которой он столкнется после получения высшего образования. Как у вас модно говорить, сделать обучение практикоориентированным. Я уже говорил, лучше пусть он уйдет со второго курса, когда почувствует, что не туда попал, чем он получит диплом об образовании и не дня не поработает по специальности. Марине Ильиной сегодня директору столичной гимназии предлагали учиться в магистратуре сразу после выпуска. Отказалась уже тогда, понимала, для научной работы нужны годы практики. И только теперь, спустя четверть века, созрела. Накопленный опыт плюс внедрение в гимназии новых технологий. Педагог готова сказать свое научное слово. Магистрант должен четко понимать, для чего он идет в магистратуру. Сегодня я вижу цепочку, для чего я пошла в магистратуру. Мне достаточно было тех знаний, которые я получала в своем вузе, для того, чтобы работать в профессии. А сегодня уже для обобщения опыта, для издания каких-то, или нахождения новых перспектив развития в управлении образованием, своим учреждением образования, я хочу заниматься научной деятельностью. Магистратура – это часть высшего образования, второй уровень. Раньше оно было сплошным. Пять лет, и вы дипломированный специалист. Теперь четыре года бакалавриата плюс два года магистратуры. Вене принесла баллонская система. И вот уже некоторые уверены, бакалавры – это все равно, что недоучившиеся студенты. Я категорически вам запрещаю подобным образом строить систему образования. У нас есть система образования нормальная. Человек закончил вуз, он получил высшее образование, как мы с вами сидящие здесь. Мы получили образование – иди работай. Я не против магистратуры. Но в магистратуру должны идти самые способные, и, во-вторых, желающие дальше получать образование, заниматься а – наукой, б – преподаванием. На учебнике программы – это все надстройки. Выражаясь языком метрофанушки, это прилагательно, существительно – учитель. От его работы в первую очередь зависит уровень знаний школьников. Для успешного труда, естественно, нужно создавать комфортные условия. Превратить профессию педагога из ремесла в творчество. Мы на приемлемый уровень вывели зарплату учителям. А если учитель еще хочет заработать чуть больше, надо пошевеливаться. Школа имеет возможность доплатить. Учитель у нас уже за 900 рублей получает в среднем. Опять же, я хочу, чтобы услышали – в среднем. Может, надо молодежь где-то поддержать, может, еще что-то. Смотрите, чтобы вы дошлифовали зарплату. Нельзя учителя обижать. Это наша опора, это наша основа. Без учителя ничего быть не может. Ни сегодняшнего дня, ни завтрашнего. Вывод большого разговора во Дворце независимости – изменением в образовании быть. Но осторожным. Потому что заповедь «не навреди» в этом деле очень важна. В системе обучения ключевое – найти золотое сечение. Не держаться за сохранение старого. Но и не ратовать за радикальные перемены. В приоритете – нереволюционное внедрение нового. Юлия Бешанова, Дмитрий Боярович, Анастасия Корниенко, Олеся Беликова, Телекомпания СТВ. Прямо сейчас о дополнительных возможностях для наших детей. В эти выходные в Минске прошел финальный этап первого зимнего турнира по робототехнике и скретч-программированию «Робала». На соревнования собрались около тысячи мальчишек и девчонок со всей Беларуси. И наша Яна Шибко, которая роботов не делала, но верит, что в будущем они очень даже пригодятся. Роботы вокруг нас – роботы. Уже и операции делают, вы же знаете, и ездим мы уже с помощью роботов. Дети, они интегрируют роботов в свою жизнь. И они учатся, учатся ими управлять. Около тысячи ребят со всей страны соревнуются в мастерстве, как не просто собрать робота, но и заставить послушно выполнять нужные задачи. Ну, победа – это очень хорошо. Первый чемпионат – это вот такой вот, ну, да, можно так сказать, приятная победа все-таки. Второй год я, в принципе, занимаюсь, мне это нравится. Что мелкая моторика работает и что умно работает. В самой младшей возрастной группе Леша и Костя первыми справились с заданием. Каких же роботов они мечтают создать в будущем? У каждого из участников свой ответ на этот вопрос. Роботы, которые делают роботов. Машины умные, что надо ехать на работу спешишь, а машина едет. Робот, который готовит блины. Какой-нибудь усовершенствованный робот-пылесос и уборщик там по стенам, который по потолку убирает. У Максима список идей будущих продвинутых машин перешагнул за две тысячи. Со своим напарником они одни из лидеров соревнований. Алексей же представлял Беларусь на Всемирной Олимпиаде робототехники в Таиланде. Так что разработки ребят, вероятно, уже в ближайшем автоматизированном будущем блеснут искусственным интеллектом. В свою очередь, робототехника с увеличением числа людей необходимо большее количество производственных ресурсов. И уже с этим сложно справляться людям. Поэтому приходят роботы, которые справляются с этим быстрее и способны работать 24 на 7 в любых условиях. Если малыши выполняют одинаковое задание по образцу, ребят постарше едва ли сыщешь двух одинаковых роботов. Есть задача, а как заставить умную машину ее выполнять? Простор для творчества. Они сами собирают роботов без инструкции. Это полностью их выдумка. И вы, если посмотрите на зачетные попытки, вы увидите, что роботы все будут разные. То есть каждый придумал своего робота, каждый придумал какое-то свое техническое решение какое-то. И пишет свою программу отдельную, не такую, как у всех. Понятно, что исходя из этого он может выиграть в скорости, он может выиграть во времени или в точности исполнения. Очень волновались, переживали. Ну, молодцы. Первый раз у нас такое участие произошло. Это первый наш опыт такой. Ребенок заинтересован, ему это интересно, глаза горят, готов собирать ночью даже. Нравится тебе, Антошка? Да. Международный образовательный проект «Роболаб» – президент парка высоких технологий. Робототехники и программирование специалисты компании учат не только в своих центрах, но и запускают проекты в общеобразовательных школах в новом формате – Steam. Расшифровать аббревиатуру с английского можно так – естественные науки, технологии, инженерное искусство, творчество и математика. Эти направления плюс возможность создавать роботов своими руками. Такая комбинированная наука не может быть скучной. Мне очень нравится развивать свой мозг легом, программировать. И в будущем я хочу стать программистом. Мне нравится программировать роботов. Из-за этого я очень люблю робототехнику. Ко встрече с высокотехнологичным будущим эти ребята готовы со всем юных лет. Казалось бы, сейчас они создают роботов, но все настолько увлечены этим процессом и вкладывают в него душу, что такие живые эмоции встречаются далеко не на каждом соревновании. Яна Шипко, Николай Петенок, Антон Филанович и Денис Величкевич. Неделя СТВ. Профессиональный праздник на неделе отметили лучшие друзья девушек. 31 января – Международный день ювелира. Удивительно вот что. Еще совсем недавно наша страна не могла предложить ювелиру практически никаких исходных материалов высокой ценности. Например, золота, изумрудов или бриллиантов. Но нет их в наших недрах. Зато теперь они есть в наших научных лабораториях, вплоть до эксклюзивов. Дальше больше – на предприятиях в промышленных масштабах. Прогресс дошел до невероятного. Бриллианты выращивают даже из человеческих волос. И все это в 15 километрах от Минска. Ольга Коршун покажет и расскажет подробнее. Берел красный в природе встречается только в одном месте – на юге США, на границе с Мексикой. А с недавних пор этот камень встречается еще и в Белорусском научно-практическом центре. Перед нами редчайший экземпляр на земле – красный изумруд. В природе он образуется при извержении вулканов, растет в раскаленной лаве и насыщается разными химическими элементами. Отсюда такой необычный окрас. А в нашей лаборатории этот красавец растет вот в таких печах, где температура достигает тысячи градусов. Средняя цена красного берила синтезированного – около 10 долларов за карат. Ну а природный можно умножать тысяч на 10. Ученые синтезируют не только редкие экземпляры, но и обычные изумруды. Перед нами просто россыпь высокотехнологичной красоты. Даже профессионалы сбиты с толку поразительным сходством природных и синтезированных камней. Представитель одной из компаний в Колумбии приобрел наш изумруд. Они сравнили оттенки и решили, что они совершенно не отличаются от природных изумрудов. И они просто запретили ввоз наших, именно белорусских изумрудов в Колумбию. Для опытного ювелира это несметное богатство – всего лишь рабочий материал. Павел в этом деле больше 20 лет. За это время изучил характер каждого камня и металла. С серебром работать намного сложнее, чем с золотом, например. Хотя цена работы по идее различается очень сильно. Очень сложно крепить изумруды, например, если это, потому что они очень хрупкие. Чтобы самозванец не проник в шкатулку, защиту внедряют уже в само украшение. К примеру, недавно появились кольца со специальными чипами, которые хранят всю информацию об изделии. Сегодня высокотехнологичное украшение – мировой тренд. Браслеты и кольца измеряют пульс, температуру и давление. Да и люди во все времена стремились к сочетанию, чтобы красиво и практично. Кожемяки носили кольца для того, чтобы мять кожу. Лучники носили кольца для того, чтобы не повредить кожу рук при натяжении. А вообще хочу сказать, что большинство ювелирных украшений в древности – это были мужские украшения. И диадемы, и кольцо, и многое. Постепенно женщины все отняли у мужчин. Сегодня украшение – способ выразить себя. В моде особый стиль и индивидуальность в жерельях и кольцах носит осколки метеоритов, инкрустирует бриллиантами сумки и даже обложки журналов. Все ради стиля и красоты. Это агат. И каждое украшение сделано вручную, потому что нет ни одного похожего камня. Вы можете быть уверены, что второго такого украшения не будет, потому что, как вы видите, даже две серьги, они не похожи. Форма вроде бы полукруглая, но при этом они разные. Ювелирные украшения ценились во все времена, и особенно хорошо это видно на портретах. К примеру, наряд этой знатной дамы 17 века буквально усыпан жемчугом. Он стал настоящей приметой того времени. Украшения есть даже на туфельках, здесь в них много золота. Даже страшно представить, сколько стоит такой наряд. Но в те времена украшения носили не только женщины, но и мужчины, и вкладывали в них определенный смысл. Булава Гетмана Великого Княжества Литовского инкрустирована драгоценными камнями. Они есть даже в его пуговицах. Но самый большой камень находится в его головном уборе. Это огромный бриллиант. Судя по всему, в то время их носили мужчины. Кстати, и мода носить бриллианты зародилась относительно недавно. В 30-х годах прошлого столетия американская компания, которая обладала монополией на добычу этих углеродов, начала активно продвигать свой товар. С тех пор бриллианты стали лучшими друзьями почти всех девушек на планете. А от количества аналей в стоимости этих камней рябит в глазах. Еще до недавнего времени позволить себе их мог далеко не каждый. Но всего пару лет назад алмазы стали намного ближе. Их выращивают всего в 15 километрах от Минска. Вот в таких аппаратах происходит синтез алмаза. Трое суток хватает, чтобы создать камень, который в природе растет годами. В месяц здесь собирают до 300 алмазов. Выращивают не только бесцветные и белые камни, они, кстати, самые популярные, но и цветные экземпляры. От канареечного до лимонного и черного. Как говорится, любой каприз за ваши деньги. По всем своим характеристикам, свойствам, теплоэлектропроводности, он ничем не отличается от природного. А по красоте, с учетом того, что лабораторный, выращенный, бывает порой даже тверже, то игра света, игра граней порой даже более яркая и насыщенная, чем в природном алмазе. Наши камни оценили уже в Британии и Бельгии. Говорят, что даже сам сэр Элтон Джон имеет в коллекции белорусский бриллиант. Впрочем, на этом производстве уже ничему не удивляются. Они сами стремятся удивлять. Если обычные бриллианты потеряли свой блеск и красоту, клиенту предложат вот такие экземпляры. Они выращены из человеческих волос. 20-30 граммов достаточно, чтобы увековечить красоту в камне. Запускаем целую линейку таких камней. Три вида алмазов, которые будут выращены из так называемого человеческого материала, из волос. Мы предлагаем его до тысячи долларов. Согласна с утверждением, что лучшие друзья девушек – это бриллиант? Мне больше по душе танзанит, сапфир, изумруды. То есть, как-то так. Можно догадаться, что изучать ювелирное дело на профессиональном уровне идут в основном девушки. Наталья буквально через полгода станет дипломированным инженером в этой отрасли. В БНТУ изучать тонкости такого производства начали в 2000 году. Сейчас эти специалисты на вес золота на всем постсоветском пространстве. Все как-то считают, что ювелиры – это, естественно, мужчины. Но я не нахожу ни одной специальности, в которой не может работать женщина. Так что же важнее в этом по-настоящему тонком деле – вкус и уровень мастерства или качество металла и вес камня? Скорее всего, произведением искусства делают украшения сплав всех этих качеств. Кстати, в природе это встречается довольно редко. Все-таки тонкое это – ювелирное дело. Как ни крути. Ольга Коршун, Андрей Новгородцев, Андрей Кульгавый. СТВ. Неделя. Такими уходящие семь дней увидели наши корреспонденты и я, Юлия Огнева. Мы встретимся в следующее воскресенье. И это будут новые итоги новой недели. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова